Игромания представляет Играли отзывы игроков, вспоминали удачные идеи и наверняка перечитывали перед сном сочинения Говарда Филлипса Лавкрафта. А может и вовсе установили прямой контакт с великими древними. Дополнение The Old Hunters вышло в сопровождении весомого патча, который не требует покупки DLC. Он вносит важные изменения и в оригинальную игру, а вдобавок позволяет всем игрокам играть друг с другом, неважно есть у вас дополнение или нет. Теперь в запретном лесу появился незнакомец, который предлагает всем желающим вступить в новый ковенант — Лигу. Лигу не джентльменов, но охотников на порождении крови. Получился такой ернамский аналог «Солнечных братьев» из Dark Souls, главная задача которых — помогать другим игрокам в сражениях с боссами и ордами чудищ меньшего ранга. Но если в сетевой игре вы предпочитаете гордое одиночество, Лига предложит услуги своих старых служак. Во многих локациях появились особые метки, позвонив над которыми в специальный колокольчик, можно вызвать на помощь NPC, а то и двух. Изменилась с патчем и механика призыва живых игроков. Теперь игроки, ищущие кооперативы, отображаются в других мирах особыми фантомами. Увидите такого на своем пути, можете прийти к нему на помощь. Да и вас, окажись вы в сложной ситуации, станет проще найти. Что касается самого дополнения, то в нем, прошедшем огонь, кровавой воды и вереницу кошмаров охотникам, предстоит погрузиться в новый ужасный сон. Но на этот раз собственный. А заодно проникнуть в тайны церкви исцеления, безрассудно отдавшейся проклятию древних богов. Новые земли получились в высшей степени атмосферными и тематическими. В кошмарной версии Ярнама по улицам бродят обезумевшие охотники, палачи церкви разносят в пух и прах озверевших горожан, а оборотням ничего не остается, как зажиматься по углам и прятаться от острых лезвий. Градус сумасшествия поднимает лечебница церкви с звуками и окружением, вызывающей в памяти башню Латрии из Demon's Souls или Лавкрафтовскую клинику Аркхема. Пополнился хитрыми экземплярами и охотничий арсенал. Дизайн нового оружия во многом опирается на уже известный в Бладборн школы ремесленников. Оружие гильдии пороховых бочонков наносит дополнительный урон огнем и взрывами, а в качестве окончательного аргумента предлагает пулемет Гатлинга. Оружие Церкви Исцеления, как и раньше, опирается на загадочную силу великих божеств. Будь то известный всем поклонникам игры From Software Меч Лунного Света, или элегантный щит, отражающий магические атаки. Есть тут и совсем гротескные вещицы. Собранные из костей и плоти и ведущие себя в бою словно живые существа. Получило свое логическое завершение и противостояние между отравленной проклятием кровью и целительными процедурами Церкви. Ваш охотник всегда находился на грани этих развивок. Используя чудовищное оружие, герой все больше поддавался животному зобу крови. А собирая мудрость великих, приближался к запретным знаниям и той грани, за которую переступила Церковь в своем общении с древними божествами. И вот теперь и сам охотник может перевоплотиться в управляемого жаждой кровью зверя или стать гротескным симбиотом земного и запретельного. The Old Hunters приносит в Ярнам атмосферные локации с запутанной архитектурой, добавляет целый арсенал новой экипировки, разбавляет все это встречными персонажами и новыми деталями сюжета. И, конечно же, новых боссов, которые легко заставят вас скрижетать зубами от собственного бессилия. Впрочем, с каких пор поклонников игр From Software отпугивают трудности? Для тех, кому оригинальная Bloodborne пришлась по душе, знакомство с The Old Hunters строго обязательно, ведь это тот удивительный случай, когда хочется, чтобы затянувший игрока кошмар никогда не заканчивался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok